Мурманские школьники отдыхают. Во время весенних каникул работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Десять образовательных учреждений столицы Заполярья примут более тысячи учащихся. В течение весенних каникул мурманских школьников ждут спортивные мероприятия, походы в театры и кино, увлекательные поездки. Для тех, кто решил отдохнуть в школьном лагере, организовано двухразовое питание. Причем особое внимание уделяется именно сбалансированному питанию. Витаминизации и тому, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе. Мы тут ходим на всякие экскурсии, ездим, в библиотеки ходим. И тут можно отдохнуть от учебы. Мне больше нравится кино. В некоторых заведениях, чтобы хорошо провести время, детей даже никуда вывозить не надо. Например, в седьмой гимназии есть большой живой уголок, который постоянно пополняется. Есть тут и совсем экзотическая живность. Это палочник. Эти животные, прячась от их природных хищников, они пытаются слиться с деревом. Иногда поднимают хвост, чтобы их испугались, как будто они скрещены. Животные, конечно, радость вызывают, что они могут еще что-то. Ой, аккуратно. Я не понимаю, что это надо. Ну и сотрудничество, надо же помогать животным тоже. А какие больше всего тут нравятся животные? Ну, крупные хвостники, попугайчики, черепашки, рыбки, петушок. Стоит это 250 рублей. Кстати, в этом году открылся оздоровительный лагерь в бывшем поселке Росляково. А 36 мурманских школьников отдыхают в Кандалакшском районе лагеря «Гандвик». Комитетом по образованию уже ведется работа по организации летнего отдыха юных мурманчан. Я думаю, что в этом году дети, так же, как и в прошлом году, прошлым летом смогут отдохнуть на Черноморском побережье. Это будет и Азовское море, и Средняя полоса России. Весенняя смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей продлится в течение пяти дней. С 27 по 31 марта.